«До этого танцовщики раньше рассматривались как поддержка для балерины. Во многих позициях женщина требует равноправия, а в балете он добился равноправия для мужчин». В Музее истории Дальнего Востока выставка, посвящённая Рудольфу Нурееву. Мало кто знает, артист родился в поезде по пути во Владивосток, где служил его отец. Истории жизни танцора расскажут десятки личных вещей, привезённых из Уфы. 1944-й – послевоенное полуголодное детство. Шестилетний Нуреев впервые прикоснулся к таинству сцены. «Мама получила на производстве один всего билет и по нему решила провести всех своих детей. Причём, согласно одной из легенд, Рудика она принесла на спине, потому что у него не было даже обуви. И первое, что они увидели, была хрустальная люстра, позолота, лепнина на балконах, красные бархатные кресла. А когда поднялась сцена, то, как вспоминал Рудольф Нуреев, на сцену вышли танцующие боги». В 21 год он – солист Мариинского театра. Самый харизматичный и темпераментный. В нём кипит восточная кровь. В роду – татары и башкиры. Балетные туфли буквально стирались до дыр. С трудом привыкая к новой обуви, Нуреев снова и снова чинил потрёпанные пары. Размер ноги – сороковой, рост – метр семьдесят три. Эту особенность Рудольф скрывал изо всех сил, особое внимание уделяя костюму. С его руки талию делают сильно завышенной. «Это колец из Дон Кихота. Обратите внимание, как высоко заканчивается он сам. И практически так же высоко начинают, получается, практически от груди расти ноги. Когда мы видим его на сцене, никому в голову не приходит, что у него были короткие ноги. На самом деле, кажется, что он очень гармонично сложён. Более того, благодаря тому, что он мог подниматься на полупальцах высоко, это способствовало тому, что реально Рудольф Нуреев мог действительно своими танцами зажечь публику». Нуреев – первый из невозвращенцев. 1961-й. Между СССР и Западом – железный занавес. В это время Рудольфу 23. Пылкий и талантливый, он мечтает быть частью мировой культуры. Но какой ценой? Тоску по родине утолял в страсти к восточным коврам, часто приезжая за ними в Турцию. «Конечно, для него это во многом была ещё и сентиментальная поездка, потому что во время этих поездок, когда он выбирал ковры, он часто видел на улицах пожилых турчанок, в лицах которых он угадывал черты своей матери, которую не видел в 26 лет, о которой скучал и мечтал когда-нибудь с ней встретиться, привезти её во Францию, чтобы она увидела наконец-то, какого успеха он смог добиться в жизни». Нуреев стал самым успешным и богатым танцором своего времени в мире, блистал на сцене лондонского Ковингардена, венской и парижской опер.